Первым царем Аллахского государства, типа, был Аллах. А что, до этого Аллахского государства, что ли, не было? Было, конечно, несомненно. И он не первый. Он один из множества с древнейших времен, ведущих царей. Сейчас, по нашим преданиям, по преданиям Муцалов, первым царем был... Хорошо. То есть, в те времена, в грузинской традиции его передают как хужаник. Это основательный род Муцалов. Это имя, как сказать, как Мохаммад Магомейт, чуть-чуть трансформировалось, потому что... Нашей легендой родовой, когда родился Песел, он родился, когда пророк Мур знал, что он вот завтра утром покинет этот мир и перейдет в дольный мир. Он собрал своих людей, свое племя, народ, которое тогда было около 10 тысяч человек, и обращался с последним... Восекрат он с последним напрощением к своему народу, зная, что завтра он покинет этот мир. И в этот момент в завтних родах получилось оживление, так как была тишина. И спросили, что случилось. И сказали, что у Ликана, а Ликан был его прапор, потому что пророк Мур тоже жил много лет, и у него также было потом, что кто-то там что-то не говорил, да? И вот родился ребенок и Сеушний, и пророк Мур сказал, что это знак от Сеушнего. То есть он уходит и рождается новый. И он сказал, что он передает все свое наследование, все образы управления этому внуку. До скончания, и под его потомство, до скончания времен. Единого нечего, но даже они были обиды, предания. Оно было записано, и тоже, ну вот, в этих перипетиях, в этих Кавказской войне, все. Там что-то убрали, спрятали, до сих пор не нашли, что-то там уничтожено. По нашим преданиям, он похоронен там, где селение Гуцо, то есть ныне селение Гацатынг. Который это верхний, нижний, вот на этой территории он похоронен. Первый наш, как этот человек, который... И ему приходит это основание хунзаха, и этому хунзаху не для тысячи, а для четыреста, как там пишут. Намного-намного старше, это они просто во временах рамках совершили грубейшую ошибку. И Авархан был, это наше имя, родовое имя наше. И он не был первым царем. Вот. Он был одним из множества царей. Точно так же, как звали того Авархана с шестого века, который собрал все золото, все ценности на территории от Европы до Китая. Он правил над этой землей. И об этом есть конкретные сведения исторических хунзах. Многие своих царей было, сейчас просто их название. Вот тот же царь Албании, который показывает, Албании, Алланка, Алнке. Это все, это наше все. Ну, царь Урусхан, тот же это, в передаче, это Ройс написан, да? Он, который воевал с Гнеем Помпеем в 65-66 годах нашей эры, например, да? Вот он, на пять веков раньше Аварский царь. А есть еще раньше цари, которые были Аварские. Имена этих мы сейчас не можем передать, да? Историография, короче, как неспорчена, подпорчена наша. Но все прекрасно, да? И там очень много свидетельств исторических, что Александр Македонский был в 333 году с гостями визитом к хунзахе. И посетил Аварских царей сперва в Кумухе, его встретили, потом перепроводили в хунзах, где ему показали там трон, чашу. Ну, предметы, короче, царские регалии, которые, да, известные были на весь мир. Это все хорошо запечатлено. То есть, вот некоторые говорят, что с Ассанитской империей, говорит, привезли сюда трон, там туда все. Это привезли в 640-х, 630-х, как-то там, годах, не помню. В 630-х годах, короче, привезли, да? Аварский этот трон упоминается уже в 4-м веке до нашей идеи. В 4-м веке. Какой трон они сюда привезли? Они возвратились сюда, их было 16 тронов. И сюда возвратились вот те троны, которые указаны на гербе Аварских муцалов. То есть, их, сколько там звезд? 13-13, по слову. Остальные несколько тронов еще на земле. Они возвратились в исходную точку. Так что там, конечно, этот человек, который писал, ну, благими намерениями это все старался там, убить, это все хотят иметь. Как бы сказать, грубо, да? Мериться кое-каким органом, там, кого больше, типа, да? Нас больше, типа, посуда. Мало того, что у нас больше, нам должно быть круто, сколько качественно. Вот что нужно. Не обязательно, мы, как бы, число, мы всегда воевали, мы всегда воевали. С помощью всеушного, барраката всеушного и тем умением, которые у нас завожу, слышно.